Всем привет! В эфире свежий выпуск Телегида. Короткий обзор фильмов и программ нашего канала. Эта неделя буквально наполнена загадочными историями. Раскрою все секреты я, Анна Троян. Погнали! Пришло время собирать чемоданы. В четверг отправляемся в путешествие на Контики. Это история о всемирно известном страннике Тури Хейрдали. В 1947 он совершил эпическую экспедицию. Пересек Тихий океан на плоту Контики. Гигантские киты, схватки с голодными акулами, грозовой шторм, битва за жизнь посреди бушующей стихии. Героям предстоит проявить немалую силу и трудолюбие, чтобы этот день не стал последним. Яркое зрелище смотрим и мы 17 декабря в 22.00. Субтитры создавал DimaTorzok Имя скрипача Паганини еще при жизни стало легендой. Удивительную историю о непревзойденном таланте смотрим в завершении рабочих будней. Сначала он покорил Париж, потом всю Европу, а затем и весь мир. Его личность окутана мистикой и поэтому привела к появлению слуха о том, что Паганини продал душу дьяволу, чтобы обрести свой талант. Сможет ли человек, играющий на дьявольской скрипке, познать счастье или за дар придется расплачиваться единственной любовью? Смотрим в пятницу в 10 вечера. Играйте! В течение недели в городском округе Люберцы было много событий. Не пропустите все самое важное в нашей программе «Итоги недели». В часовом информационном выпуске вас ждут интереснейшие репортажи минувших семи дней. Смотрите в субботу и в воскресенье в 10.00 и 19.30. Вставать по первому сигналу будильника – это не про нее. Поспать Екатерина любит с самого детства. Опоздание – дело привычное. И если раньше они касались первого урока в школе или встречи с подругами, то сейчас дела обстоят намного серьезнее. Однажды девушка проспала рейс на самолет. В выходные самое время разыграться в вашей фантазии. Узнаем больше о сверхспособностях сначала из цикла документального кино. Память человека остается одной из самых интригующих загадок современной науки. Несмотря на огромное количество проведенных в мире исследований, у ученых до сих пор нет полного понимания, как же на самом деле она работает. В каком именно отделе мозга хранятся наши воспоминания. И может ли память улучшаться или ухудшаться при воздействии внешних факторов. Ну а вечером в субботу уже художественное воплощение о сверхспособностях. Защитники – картина для всех любителей мощного фэнтези. Во времена Холодной войны создают отряд супергероев. В него вошли участники разных советских республик, обладающих сверхспособностями. Вынуждены скрывать свои таланты, они встанут на защиту страны. Только в тот момент, когда над ней нависнет неподдельная угроза. Злодеи замышляют захватить Москву. Получится ли у супергероев спасти столицу, увидев в субботу в 22.00. Продолжение следует... Еще одна картина о любителе струнных выйдет в воскресенье. «Жмот» – история в лучших традициях французских комедий. Франсуа Гатье – виртуозный скрипач. Но за талант, как водится, надо платить. У музыканта серьезный недостаток. Он невероятно скуп. Мания экономить превращает его в одержимого. А любой платеж вергает в панический ужас. Что с ног до головы перевернет жизнь нашего героя? Узнаем 20 декабря в 10 вечера. Я всегда завожусь с полоборота, ясно? С полоборота? Да. Это, пожалуй, многовато для того, кто так не любит тратиться. Хе-хе-хе-хе-хе. Вы можете следить во всех соцсетях. Подписывайтесь. С вами была Анна Троян. Желаю вам чудесной зимы. Пока-пока.